МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По собственному желанию и по соглашению сторон Иван Акман, замешанный в перепродаже земли, уволен из дирекции универсиады. Ни одного километра от ремонтированных дорог, чем запомнился год с системой Платон, взимающей плату с большегрузов. В сети появились данные бывших сотрудников НКВД. Их родственники требуют закрыть доступ, опасаясь мести. Итак, мы начинаем. Иван Акман, замешанный в перепродаже земли под дорогу к будущей ледовой арене, уволен из дирекции универсиады. Напомню, новости ТВК уже рассказывали, что Акман, будущий замруководителя дирекции, помог отцу приобрести участок рядом с ледовой ареной. Ее стоимость на тот момент составила меньше 500 тысяч рублей. Теперь же земля оценивается в 9,5 миллионов. Муниципалитету, чтобы проложить дорогу, придется выкупать ее у семьи замруководителя дирекции. Сегодня стало известно, что Иван Акман уволен. Якобы решение об уходе начинающий чиновник принял сам, опасаясь репутационных рисков. Вот что он заявил новостям ТВК. Ваш репортаж, на мой взгляд, негативно отражается на репутации дирекции, собственно говоря, и до выяснения обстоятельств я решил следующим образом поступить. По вашему мнению, в дальнейшем как будет ситуация развиваться с землей? Ну, я не знаю. Все эти запросы направлены. Как понимаю, компетентные органы будут разбираться в законности. Отмечу, Иван Акман занимает руководящие посты в различных организациях с 2012 года, а в руководство дирекции универсиады попал в 2014 году. При этом Иван Акман входит в золотой резерв управленческих кадров Красноярского края. На новой должности Марина Добровольская с сегодняшнего дня заняла пост советника губернатора Красноярского края. Соответствующее распоряжение уже подписано главой региона и вступило в силу. Сроки ее полномочий такие же, как и у губернатора. Напомню, с 2001 года Марина Ивановна была депутатом законодательного собрания края. Она входила в состав двух постоянных комиссий по законности, правопорядку, защите прав граждан и информационной политики и по социально-трудовым отношениям, делам семьи и молодежи. Красноярцы активно обсуждают в социальных сетях публикацию данных о сотрудниках НКВД. На сайте общества «Мемориал» появилась база данных работников органов госбезопасности эпохи большого террора. И пока одни узнают в документах подробности истории своей семьи, другие просят данные засекретить. Надо ли открыто говорить о кровавых страницах в истории? Этот вопрос мы задавали нашим экспертам. Продолжение темы в репортаже далее. Ну вот, дело Малицкого Савелия Кондратича, 1909 года рождения, арестовано 5 июля 1941 года в Каннске. Житель Каннска, 32-летний механик автогаража Савелий Малицкий был арестован в 1941 году за антисоветскую агитацию. Это одна из самых распространенных в годы репрессий статей. Судя по копиям архивных документов, задерживал его сержант госбезопасности Некто Грачев. Савелия Малицкого отправили в Краслак на 10 лет. Найти имена и фамилии сотрудников НКВД, казнивших людей в годы репрессий, долгое время можно было лишь в архивах. Сейчас их данные появились в открытом доступе. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Родственники тех, кто оказался в базе, просят власти удалить списки. Они боятся мести со стороны близких репрессированных. Но эксперты думают иначе. Это ни в коем случае на детей не кладет никакой позор или вину. Но они просто должны признать, что да, они совершили преступление. Ну вот да, так вот было. Вот мои деды, да, вот они совершали преступление. Ими не надо гордиться. Все. Никто не собирается преследовать этих детей. К тому же из обнародованных сведений нельзя однозначно понять, был этот человек причастен к убийствам невиновных или нет. В сфере ответственности НКВД были не только политический сыск и вынесение приговоров без суда, но и, например, коммунальное хозяйство. А в данных мемориала есть данные только из листка по учету кадров. В этих листках по учету кадров не говорится, какие дела, каких людей вел данный человек. То есть это вообще одно к другому не имеет никакого отношения. А вот политолог из Новосибирска Алексей Мазур уверен, любую информацию о ссылках и репрессиях нужно публиковать и изучать. Только тогда из истории можно извлечь урок. Забывать об этом нельзя, потому что повторяются только невыученные уроки. Если мы забываем, мы можем сами оказаться в такой ситуации, потому что, ну, если думать, как может такое быть, что там 10 тысяч, 100 тысяч человек держали второй или всю страну, там, расстреливали по ночам, все пересвечают страха. А это было. Да, это было, но это уже история. Каяться в чужих преступлениях и просить прощения за проступки, которые совершили ваши родственники, не стоит, советует психолог Инна Драчева. Людям, которые оказались в такой ситуации, да, родственники тех, кто по какой-то воле и судьбе расстреливал, там, унижал, там, скажем так, совершал преступления в отношении простых людей, им просто нужно к этому относиться спокойно, стоически. Ну, и по мере возможности, конечно, не вникать в эти ситуации, не читать эти форумы, потому что все равно это болезнь. Позицию Кремля по поводу публикации данных выразил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал тему чувствительной, но как на просьбу родственников закрыть доступ к базе, ответит президент, так и не сказал. Татьяна Стрельцова, Николай Чистяков, Новости ТВК. А какую точку зрения поддерживаете вы? Эту тему будем обсуждать сегодня в 20.30. Как вы считаете, нужно ли было публиковать секренные данные о сотрудниках НКВД? Высказывайтесь по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или пишите в WhatsApp и в Viber по телефону 8-923-165-45-00. Мы продолжаем юбилейный перенос. Открытие двухуровневой развязки на Брянской снова откладывается. Пока сроки ввода в эксплуатацию неизвестны, но очевидно, что до конца ноября, как обещали, не успеют, так как подрядчик еще не закончил работы. Несмотря на это, документы в стройный отзор уже поданы, но открывать магистраль с недоработками как минимум небезопасно. Напомню, этот перенос уже пятый. Изначально открыть дорогу должны были еще в ноябре 2014 года, потом перенесли на октябрь 2015, далее на август этого года и уже потом на ноябрь. А завтра в Покровском кафедральном соборе пройдет прощание с известным красноярским фермером, руководителем хозяйства Емельяновской, депутатом Емельяновского районного совета Анатолием Федоровичем Адашкиным. Он скачался на 75-м году жизни после тяжелой болезни. Проститься с Анатолием Федоровичем можно будет с 11 утра в соборе на Сурикова, 26. Потепление, а затем заморозки. Подробный прогноз от синоптика через 5 минут. И последнее предупреждение. Инструкция, как избавиться от ледяной угрозы над головой. Ну и главное, первые минуты Когана на свободе. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Буду ездить пассажиром. Это первые слова Дмитрия Когана после того, кого он оказался на свободе. Студент-медик, насмерть сбивший двоих девушек на пешеходном переходе из колонии-поселения, сегодня отправился домой. Новостям ТВК удалось записать эксклюзивное интервью с досрочно освободившимся. Подробности у Виктории Столяровой. Поселок Хорюзов, Кайландский район. На год и 4 месяца эта колония-поселение стала домом для Дмитрия Когана. Прошло 10 дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Когана об условно-досрочном освобождении. Такой срок давали на обжалование решения краевым судом и прокуратурой. Сегодня студент-медик, который насмерть сбил двоих девушек на пешеходном переходе, вышел на свободу. Оформление документов началось с самого утра и уже к 11 часам переодевшийся Дмитрий Коган покинул административное здание колонии-поселения. Встречать его приехал представитель и уже освободившийся Коган новостям ТВК рассказал о своих планах. Дальше учиться, работать. Кем работать будете? Санитаром. Место вам уже дали? Дадут. Действительно ли осознали свою вину или только для того, чтобы удоволучить? Осознал полностью. Хочу вам извиниться перед родственниками, еще раз погибших девушек. Простите, пожалуйста. Аллею славы возле административного здания колонии возводят осужденные. Когда-то похожими работами занимался и сам Дмитрий Коган, как нам говорили ранее. Но нам удалось пообщаться с одними из тех, кто отбывал наказание вместе со студентом-медиком здесь. По их словам, вся его работа заключалась в перекладывании бумажек. Более того, человек, с которым нам удалось пообщаться, знаком с Коганом до того, как он появился в колонии-поселении. И он уверяет, что год и четыре месяца, проведенные здесь, никак не повлияли на его исправление. Но, к сожалению, продолжить беседу нам не удалось, поскольку подоспели сотрудники безопасности учреждения. Извините, по всем вопросам пресс-службы. Обращайтесь. Ну, мы же пытаемся... Не, он не надо отвлекать. Ну, хорошо, но мы же пытаемся со знакомыми его пообщаться. Покинул колонию-поселение Дмитрий Коган сегодня в качестве пассажира. Вернуться к управлению автотранспортным средством по решению суда он сможет только через полтора года. Но, как заявил сегодня сам Дмитрий, делать он этого не намерен. Планируете ли садиться? Да нет, нет, пассажиром буду ездить. Либо на маршрут. Виктория Столярова, Виталий Суботин. Новости ТВК. Иландский район. Массовое ДТП произошло накануне на трассе М-53 в сторону Каннска. По словам очевидцев, два УАЗа, микроавтобус и КАМАЗ столкнулись после Рыбинского кольца. Автомобили серьезно пострадали. У грузового УАЗа оторвало кабину. Однако никаких данных о пострадавших не зафиксировано. Дорожные полицейские просят быть водители предельно осторожными и не провоцировать аварийные ситуации, как это произошло на выходных на трассе М-54. Легковой автомобиль занесло и развернуло на заснеженной дороге. Водитель остановился посредине проезжей части. Чтобы осмотреть машину, другим автомобилистам пришлось объезжать автомобиль. И вот, чем это закончилось. Серьезно, никто не пострадал. Водитель черной иномарки получил ушибы. Инспекторы рекомендуют, чтобы не провоцировать аварию, лучше сразу же убрать машину с трассы, если она, конечно, на ходу. На этой неделе дорожная обстановка будет напряженная. Ожидается потепление до ноля, затем серьезные заморозки. Подробный прогноз на неделю прямо сейчас озвучит специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Да, действительно, на этой неделе наша территория по-прежнему будет находиться на территории движения активных атмосферных вихрей, как и несколько дней до этого. Они будут приходить к нам с запада. Это обусловит ветреную, очень теплую погоду с частыми осадками. Прямо сейчас вечером, пока я здесь стою на крыше, порывы ветра достигали 7-9 метров в секунду. Вытесненный с юга прогретый среднеазиатский воздух обусловит в начале недели. В городе оттепели. Температурный режим со вторника по четверг в городе ожидается выше среднемноголетних значений на 8-10 градусов. Завтра в городе ждем прогрев до нуля, в среду и в четверг до нуля и несколько выше. Но при всем при том, в городе ожидается умеренный снег, порывистый, вплоть до неблагоприятных значений. Западный ветер, метели и гололедица. Также из неблагоприятного в городе можно отметить, что горожанам стоит быть осторожным из-за нависающих сосулек. И установление ледостава на Енисееве в Енисейском районе сейчас проходит из-за оттепели довольно сложно. Из-за частых подвижек выход на люк очень опасен. Но в дальнейшем с Урала к нам начнет поступать холодный воздух. В пятницу температура еще успеет достигнуть слабо отрицательных значений. Однако к вечеру ждем значительное похолодание, пока до минус 12. И оно будет сопровождаться порывистым, довольно сильным северо-западным ветром. Осадков, правда, уже будет немного. К концу недели ожидаем и вовсе прекращение осадков. Ну и вот выходные, скорее всего, будут холодными. Не исключено понижение температуры воздуха до минус 15-20 градусов. Но и этот холод будет довольно быстро сметен очередным циклоном в начале следующей недели. Но об этом более подробно через неделю. Виктория. Ну что ж, спасибо. Будем готовиться к похолоданию. Ну а прямо сейчас новая история в проекте «Последнее предупреждение». Сегодня автор коммунального сериала Екатерина Кашучик дает инструкцию о том, как ликвидировать последствия потепления. Сосульки на домах. Петербуржцы называют их сосули, а красноярцы просто сосульки. Но для кого-то, посмотрите, вот сюда вот такая глыба льда вполне может стать причиной вынужденного больничного. Такие неприятные последствия приятного потепления сейчас наблюдают люди по всему городу. К нам приходят жалобы и со свободного, и со всего центра города, и Маркса, и мира, где мы сейчас находимся. И на улице Ленина такие проблемы тоже есть. Дорожная карта у этой проблемы очень широкая, но инструкция для всех этих ситуаций одна. Если сосулька висит на вашем доме, смело звоните в управляющую компанию. По закону там должны незамедлительно отреагировать, а высота дома не может быть отговоркой. В случае необходимости управляющая компания может привлечь подрядчика. Если сосульки угрожают вам с общегородской крыши, звоните в 205. А тем, кого не устраивает вот такая ситуация на Мира 112, мы разрешаем пропустить. Шаг 1. Не искать управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, а сразу обратиться в городскую диспетчерскую службу по телефону 205. Именно этот номер оставляем на нашей желтой карточке. Там должны принять вашу заявку, передать ее той организации, которая обслуживает этот дом. А мы приедем и проконтролируем. Екатерина Кашучек, Владимир Антонов. Последнее предупреждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накануне в сети появилась база данных с фамилиями людей, работавших в службе госбезопасности в 30-х годах, когда проводились массовые репрессии. Как вы считаете, нужно ли выкладывать эти секретные данные на всеобщее обозрение? Высказывайтесь по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или пишите в Вайбере и Ватсапе по номеру телефона 8-923-1-65-45-00. А у православных сегодня начался рождественский пост. В это время христиане вспоминают события, которые предшествовали приходу Иисуса Христа и путем различных лишений им стараются очистить свою душу от злых помыслов, ограничивают себя в питании, увеселениях и супружеских отношениях. Продлится пост, как и великий, 40 дней до самого Рождества, 7 января. Однако рождественский пост отличается от великого меньшей строгостью. Так, например, можно есть рыбу по всем дням, кроме среды и пятницы, а также допускается варенье и растительное масло. Каждый из траждущих должен обговаривать диету со своим духовником и не забывать, что истинный пост души – это не только ограничение в питании. Что мы приобретаем в пост? Это, конечно, какие-то добрые навыки. Накорми голодного, помоги нуждающимся, приди на помощь, сделай какое-то доброе дело. Вот это настоящий пост, которого ждет Господь. А еда здесь как та составляющая, которая помогает. Но мы, к сожалению, зачастую видим именно вот эту верхушку айсберга. А сразу после рекламы расскажем о том, какие итоги можно подвести после года работы системы «Платон», а также об открытии в Красноярске инклюзивного центра. В нем особым детям дают дополнительное образование. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем один год. Почти 17 миллиардов и не рубля в Красноярский край. Система «Платон» отпраздновала первую годовщину. Чиновники рапортовали о миллионах полезных рублей. Дальнобойщики придумали десятки способов обойти «Платон». О новости ТВК прямо сейчас готовы рассказать, кому на самом деле принес выгоду этот год в системе «Платон». Слово Екатерине Кошучик. Ноябрь 2015-го. Губит нас не штраф, губит нас сам «Платон». Ноябрь 2016-го. Наши федеральные дороги и с нами, как крепостными, которые пользуются эти федеральные, также как-то просто подарили приближенным. Прошел год, а в словах предпринимателя Яна, кажется, изменилось только одно. То, что раньше он говорил в будущем времени, теперь звучит в настоящем. Например, фраза «Платон на обещанный ремонт федеральных трасс не пойдет» теперь обрела цифровые очертания. За год с народа собрали больше 16 миллиардов рублей. Из них больше 10 миллиардов отошли самой системе «Платон», а именно исполнителю проекта, которого год назад выбрали без конкурса. Это компания «РТ Инвест Транспортной Системы». Она в равных долях принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну Аркадия Ротенберга, миллиардера, и структурам Ростеха. И в этот год, и в каждый год далее, эта компания будет получать по 10,5 миллиардов. А может и больше, говорят сами бизнесмены. Ведь сколько она с них собирает, не проверить. Это частная организация, через которую проходят средства. То есть они могут сказать, что собрали 17, на самом деле это может 27, 37. И никто не проверит. Если необходимы средства для строительства дорог, поднимите на 1 рубль акциз дистоплива, добавьте всего лишь рубль. И вы получите в два раза больше денежных средств, чем сейчас вы получаете от «Платона». И самое главное, не нужно будет вот этой прослойки, которая сейчас получает 10 миллиардов в течение года. Ни за что. Но власти выбрали отдавать этой прослойке 10 миллиардов. Решили, что так будет полезнее дорогам. Только вот ни рубля из собранного, например, с красноярских бизнесменов, не потратилась на красноярские дороги. Просто изначальные цели в проекте «Платон» поменялись. Изначально при запуске системы подразумевалось, что эти деньги будут направляться именно на развитие сети автомобильных дорог. Но когда запустили систему, все вы помните, у нас пришла весна, как обычно это приходит, и во многих регионах возникла просто катастрофическая ситуация по существующей сети автомобильных дорог. Поэтому правительство приняло решение направить как раз эти средства на аварийно-восстановительную работу. Что еще поменяют в планах в ближайшее время, неизвестно. Точно не поменяют рост тарифов и ужесточение контроля. Без камер у каждого бизнесмена есть своя история о том, как он обходит «Платон». Кто-то его просто бойкотирует, кто-то платит за 30-40 километров перед постом проверки. Сейчас об этом знают и в самой системе «Платон». Много тех, кто платит, и много тех, кто подвергается штрафами. Для и оштрафованных, и для незамеченных тут готовят подарок, видимо, годовщине. К 1 июля будет установлено 11 травмок стационарного контроля. И они перекроют, соответственно, все артерии. Сколько дополнительных миллиардов от этого получит частная система, с которой неразрывно связано имя миллиардера Ротенберга, не уточняется. Екатерина Кашульчик, Владимир Антонов, Новости ТВК. А в 20.30, напомню, будем обсуждать тему публикации секретных данных о сотрудниках НКВД. Накануне в сети появилась база данных с фамилиями людей, работавших в службе госбезопасности в 30-х годах, когда проводились массовые репрессии. Как вы считаете, нужно ли выкладывать эти секретные данные на всеобщее обозрение? Высказывайтесь по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте, или пишите в вайбере и ватсапе по телефону 8-923-1-65-45-00. Кружки и секции доступны для всех. В Красноярске появился первый инклюзивный центр дополнительного образования. Там педагоги будут работать с особыми детьми. Предлагается ли к доступным кружкам доступная среда? И чему в этом центре можно научить ребенка, узнаем в сюжете далее. Жила-была бабушка. Вот так ребята все вместе создают сказку из песка. На первый взгляд никаких отличий между ними нет. Однако, если одни ходят сюда на кружки, потому что близко к дому, другие, потому что это единственное место, где с ними будут заниматься по-особенному, потому что и дети особые. Это первый в нашем городе инклюзивный центр дополнительного образования. Педагоги здесь занимаются со всеми категориями детей с повышенными потребностями. Для лучшего взаимопонимания – сурдопереводчики. Занятия подбирают индивидуально. Это декоративно-прикладное искусство. То есть детям важна тактильность, развитие тактильной моторики. Поэтому это керамика, это дизайн, это различные другие поделки, изобразительное искусство, причем не столько традиционное, как мы все привыкли, например, кисточками, но и пальчиковое рисование. Мы приобрели столы для рисования песком, то есть это тоже особая техника. Правилам пожарной безопасности и поведению на дорогах учат вот такие тренажеры-компьютеры. Позже для отдыха обучающихся появится сенсорная комната с сухим бассейном и гамаком. Однако доступность самого здания пока вызывает вопросы. Но уже в следующем году обещают тактильные дорожки, светонакопительные пиктограммы, предупредительные наклейки и ступенькоходы. Плюс расширят дверные проемы. На оборудование такого центра потратили 2,5 миллиона рублей. Деньги брали из городского, краевого и федерального бюджетов. Появятся ли еще такие центры, пока непонятно. Это первая наша пилотная площадка. Поэтому мы посмотрим результаты деятельности. В конце мая мы вообще будем проводить промежуточные результаты нашего большого проекта по инклюзивному образованию. В том числе и рассмотрим результаты и эффекты работы центра «Престиж». А находится центр на Красноярском рабочем. Здесь ждут ребятишек от 5 до 17 лет. Причем занятия для детей с повышенными потребностями абсолютно бесплатны. Если вы хотите записаться, звоните по телефону 236-44-42. Мария Филипова, Александр Тропин, Новости ТВК. Испытание на прочность. Центр стандартизации решил проверить капроновые колготки. Специалисты отобрали 10 образцов разных марок стоимостью от 120 до 500 рублей. В ближайшие две недели их будут носить студентки СФО и ежедневно записывать свои наблюдения в дневник. Смотреть будут на все, начиная от количества затяжек до эстетического вида в целом. А затем опыты проведут уже специалисты из Центра стандартизации. Результаты озвучат в середине декабря. Но пока участницы эксперимента качеством своих колготок остались недовольны. Самим себе в первую очередь планируем помочь в выборе. Это очень интересно в первую очередь, потому что мы все девушки, все носим колготки, все знаем о их недостатках, о том, что это очень большая проблема, когда они недолговечны и не отвечают качеству. О чем завтра можно будет спросить у полицейских, расскажем в полезной рубрике «Потребительские новости». Новогодние сюрпризы от ГИБДД. Где припарковаться, поехав на елку, как организовать массовые перевозки детей и все о новогодних рейдах. В преддверии праздничной суеты на дорогах города полицейские ответят на вопросы граждан. Прямая линия пройдет уже завтра, 29 ноября, с 12 и до часу дня, по телефону 211-5252. Безопасные горки. Дорожные полицейские просят граждан сообщать о самодельных детских ледяных горках вблизи проезжей части. Из года в год дети превращают склоны в ледяные аттракционы и выезжают прямо под колеса машин. Информацию можно оставить в группе ГИБДД 24 ВКонтакте. Полицейские примут меры по устранению таких детских развлечений. Тот, кто охватил весь Красноярск беспроводными сетями, сегодня празднует юбилей. Главному оператору связи города Интертаксу исполняется 25 лет. За это время компания установила около 300 точек бесплатного Wi-Fi, обширную сеть камер дорожного наблюдения и собственную точку радиовещания в Березовке. Там уверены, будущее не за горами, поэтому от прогресса отставать никак нельзя. Если 20 лет назад интернет был инновацией, то теперь это обычная коммунальная услуга, которая вскоре реально может стать графой в платежке сродни водоснабжению или отоплению. Руководство компании уверено, связь будущего это не фантастика, а вполне логичный путь прогресса. В будущем будут чипы в мозг, как я уже говорил, и в общем-то это не шутка. То есть так или иначе, все придет к тому, что человек будет главным интерфейсом взаимодействия с мировой сетью. И сейчас у нас планшетики в руках, а потом это все будет происходить внутри. Даже шевелиться надо будет сидеть себе и думать, допустим, подумал, раз, пиццу привезли. Удобно. Это новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире и прямо сейчас готовы вернуться к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Я напомню, в сети были опубликованы секретные данные о сотрудниках НКВД. И мы интересуемся у вас, как вы считаете, стоит ли вообще такие данные на всеобщее обозрение выставлять. И у нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Люди должны все знать, что не были как бы репрессии, а убийства фактически без суда и следствия. И это люди должны знать, чтобы больше такого не повторилось. Все же они преступники, а не Королев и Туполев и другие. А умершие НКВДшники никому сейчас не нужны. Спасибо большое. Услышали ваше мнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Хочу начать со слова поэта. Времена не выбирают. В них живут и умирают. И я считаю... У меня отец был репрессирован в 1949 году. И мне было 4 года. Это были очень трудные времена. И вот сейчас я считаю, что я не могу допустить, чтобы открыты были эти имена людей, которые это делали. У них сейчас есть дети. Успешные. Внуки, правнуки. Они не виноваты в том, что они слушали. Спасибо большое. Виноваты были те люди, которые были доносчиками. Вот их бы раскрывали имена. Кто доносчиком был. Спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Я вот тоже послушал то, что опубликовали эти списки. Я считаю, что это сделано для того, чтобы как-то народ наш еще больше обозлить друг на друга. Чтобы жили друг от друга, отвернувшись. Уйти от нашей действительности, которая сейчас идет. Вот первый товарищ выступал, что там незаконно захватили власть. А у нас разве ельцинская бригада захватила власть не самовольно? Ведь все проголосовали за сохранение Советского Союза. А пройдут время и здесь также будут судить. Я считаю, что были секретные эти материалы. Их нельзя раскрывать. Потому что, ну как вам сказать, в Москве там приходили все эти друг на друга. У меня никто не пострадал от этих репрессий. Но я все равно против. Потому что люди начнут друг на друга тыкать пальцем. А вот женщина сказала, что вот те, которые писали вот это, вот главные враги были в то время. Хорошо, спасибо большое. Но прямо сейчас Екатерина Кашучик готова рассказать, что пишут люди в социальных сетях на эту тему. Катя, тебе слово. В социальных сетях позиции ровно такие же. Люди делятся на два лагеря тех, кто высказывается за то, что действительно нужно было рассекречивать эту информацию. Нужно было выводить ее в публичный доступ. У меня прадедушку расстреляли. Я хочу знать, кто это сделал. Я имею на это право. Вот так высказываются пользователи. Но другая часть людей, которые нас смотрят в эту минуту, пишут о том, что, ну, я согласен, что родители отвечают за то, что делают их дети. Но дети не в ответе за родителей. Причем тут родственники. Единственное, за кого надо отвечать, это за поступки своих детей. Вот такое у нас есть мнение. Ну и опять же, есть очень много тех, кто высказывается о том, что каждый будущий палач должен знать о том, что рано или поздно люди узнают, что это именно он нажимал на курок и убивал невиновных людей. Кого-то из отдела расстреливали. Вот это СМС-сообщение вызвало прям большую дискуссию. И пытались объяснить человеку, что расстреливали даже за то, что ты просто не принимал власть. Очень много у нас сообщений приходит в Вайбер, пишет нам Иван о том, что нужно аккуратнее быть с этими терминами. И раз в базе были только вот лишь эти фамилии, не было кто кого конкретно расстреливал, значит, эта информация не такая уж секретная. Но я думаю, эта дискуссия у нас еще продолжится. Вика, тебе слово. Спасибо большое. Действительно неоднозначная тема. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем публикацию секретных данных с фамилиями сотрудников, бывших сотрудников НКВД. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите, что вы думаете по этому поводу? Стоило ли выкладывать эти данные на всеобщее обозрение? Ну, я считаю, что надо в это все сделать, рассекретить все эти данные. Спасибо большое. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы также можете звонить нам по телефону 265-45-00, писать нам смс-сообщение по номеру 8-923-165-45-00. Я напомню, мы обсуждаем сегодня публикацию секретных данных о сотрудниках НКВД. Как вы думаете, стоило ли это делать? Зачем все это делается? И напомню еще раз, что вы можете звонить нам в редакцию по телефону 265-45-00, писать на номер 90-20 смс-сервис и также в WhatsApp и Viber. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Хочу два словечка сказать на всю эту тему. А что это изменит? Люди давно ушли из жизни. Зачем огорчать родных тех людей, которые были на службе у государства? Ну, а скажите... Призывали служить и обратного пути не было. Далеко не все работники НКВД были садистами. Совсем ни к чему оглашать их фамилии. Это плохо будет. Спасибо большое. Действительно, неоднозначная тема. Я напомню, что мы обсуждаем публикацию секретных данных сотрудников НКВД в сети. И что вы думаете на этот счет? Нужно ли вообще выкладывать эти секретные данные на всеобщее обозрение? Зачем это делается? К чему все это может привести? Действительно, мнения полярные. Я напомню, что вы можете звонить к нам по телефону 265-45-00, писать смс на номер 9020. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Говорите, вы в прямом эфире. Я считаю, что эти списки огласовывать нельзя. И не надо. Это наша история. Это прошло все. И зачем людей тревожить? Зачем сейчас ненависть между людьми делать? Это совсем ни к чему. Ну, скажите, а как же, по вашему мнению, рефлексия насчет истории, чтобы такого не повторилось? Ну, вы знаете, история есть история. И у нас она и продолжается, и идет. И неизвестно, как будут относиться к нашему правительству через 20-30 лет. И зачем это вот сейчас? Вот если у моего отца было репрессировали, и сейчас я узнаю, что кто-то это делал, вы думаете, я буду хорошо смотреть на этого человека, я его буду ненавидеть. А зачем это мне? Хорошо, я поняла вас. Спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Говорите. Я тоже против рассекречивания. Я не хочу, чтобы все это снова поднимали. Это уже прошло. И я вот тоже думаю так же, как передо мной говорила женщина. Но это нужно все закрыть. Лучше бы смотрели, что творится сейчас, в данное время у нас в стране. Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, будем следить за тем, как закончится вся эта история. Это были новости ТВК. И не переключайтесь, потому что сразу после нас в эфире программа «После новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова